Здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на канал Carviton Service. Сегодня, как я и обещал, проведу краткий обзор трактора Kubota M5091 Narrow, то есть садовый. Начнем мы, конечно же, с самого главного, это двигатель. Двигатель здесь стоит 3.8, 4-цилиндровый, 16-клапанный. Для начала хочу сказать, что вот этот трактор M5, который вы видели в первых сериях, маленький трактор сделан на его базе, то есть тот же двигатель, та же трансмиссия, только на уменьшенной базе для садов и виноградников. Здесь Euro 4 начальная, то есть, соответственно, здесь, как вы можете обратить внимание, если подойти к горловине бака, здесь нет отблю, обычно они находятся рядом. Второе, здесь трансмиссия стоит без промежуточной передачи, соответственно, здесь всего лишь 18 на 18 передач. Но опционально, если вы хотите, можете заказать его с Dual Speed. И будет у вас 36 на 36 передач. Продолжим. Здесь по трансмиссии мы вернемся. Здесь в стандарте 2 гидровыхода также на 62 литра в минуту. ВОМ, вал отбором мощности 540 и 540Е, переключение снаружи. Независимый ВОМ с мультидисковой мокрой. Дальше, что можно сказать, это навеска. Навеска здесь грузоподъемностью в 2 тонны 300 кг. Ну, что довольно для такого маленького трактора очень много. Дальше, что можем мы сказать. Бак здесь топливный на 76 литров. Ну, как ни крути, это Кубота экономный трактор, так что для него это будет более чем достаточно. Поскольку мы еще здесь по наружной части, не могу не обратить внимание на колесо. Что здесь такое? Если вы разворачиваетесь с отключенным передком, то радиус разворота составит, ну, в стандарте. Если вы включите передок и при развороте, здесь есть вот такой, вот, здесь есть такой концевик, так сказать, когда колеса доходят до 35 градусов, после 35 градусов включается двойная скорость передних колес. Соответственно, что позволяет вам радиус разворота сделать более меньше. Ну, и пройдем в кабину. Кабина, сразу же могу вам заметить, что здесь пол ровный. Нету этой выпухлости, как на других тракторов. Кабина чем-то напоминает М5, то есть органы управления все то же самое, поскольку я вам сказал, что этот маленький трактор сделан на базе М5. Это стандартный отпуск руля, рулевой колонки. Здесь также имеются три диапазона по шесть передач. Соответственно, здесь нету кнопок без муфтового переключения и промежуточного, потому что здесь простая коробка. Здесь также, как и на М5, присутствует ручник коробки и ручник, ну, обычный, обыкновенный ручник на колеса. Ну, в принципе, у органов управления все, ну, идентично, как на М5, то есть два рычага управления гидравликой, навеска, глубина, кнопки памяти и ручной газ. Включение передка здесь и аварийка, реверс. Ну, в целом, в стандарте все то же самое, только с учетом того, что здесь маленькая кабина. Органы управления кондиционером находятся у нас здесь наверху, здесь проигрыватель. Ну, еще, что немаловажно, кабина, как для такого трактора садового, она очень просторная. Я могу и развернуться, и растянуться, то есть мне ничего нигде не мешает, я ничего нигде не задеваю, то есть это все идеально. Что еще могу сказать? Из плюсов есть садовый трактор, оборудовали, как правильно сказать, это подогревом зеркал, то есть вот эти маленькие боковые и задние. Причем все абсолютно стекла здесь открываются, то есть можно открыть эту, можно открыть, соответственно, заднюю, то есть очень удобно. Ну, если возникнут еще какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях, я отвечу на все вопросы, либо зайдите на наш сайт www.carvedon.md Можете найти наши контакты, я ссылочку оставлю в описании. Можете зайти, и если у вас будет, вас заинтересует какая-то техника, запросто можете набрать, мы вам поможем в приобретении данной техники. Ну, а на этом все. Вот такой маленький краткий обзор на данный трактор. Кому понравился, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, как говорят остальные люди в YouTube, жмакайте на колокольчик. И до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok